Представители федеральных территориальных органов власти посетили сегодня индустриальный парк Кангаласы. По итогам, резидентам ТОССР обещали поддержку в решении возникающих вопросов. Репортаж Виталия Абрамова. Ознакомление с якутской территорией, опережающего социально-экономическое развитие, началось с тепличного комплекса, где выращивают полюбившиеся многим якутянам сырдахские помидоры. Главам ведомств показали и рассказали, как все там устроено и поделились дальнейшими планами. Предприятие делает регулярные анализы, сдает в лабораторию, и поэтому содержание нитритов и нитратов находится на контроле у Роспотребнадзора. Поэтому населению не стоит беспокоиться, помидоры вкусные и самое главное безопасные. А планов у экспериментаторов в Союре немало. Так, в будущем по всей республике они намерены построить более 30 теплиц. Так что поддержка и консультация ведомств им еще понадобится. Далее осмотр подвергся цех по изготовлению лакокрасочных материалов, что само собой весьма огнеопасно, на что спасатели обещали рассмотреть возможность постройки более близлежащего пожарного депо от парка. Данную территорию на настоящий момент прикрывает пожарная часть 40-го отряда государственной противопожарной службы поселка Конголасы. Также планируется создание пожарной части этой же службы в поселке Капитоновка, которая также будет обеспечивать прикрытие дома престарелых. По результатам расчетов, я думаю, мы примем еще дополнительные меры для того, чтобы усилить противопожарную защиту данного объекта. Также осмотрели завод по производству котлов длительного горения. Там же прошла и общая работа со всеми резидентами ТОСЭРа. Большинство из них волновало дальнейшее расширение и налоги, так как со входом в Минстуриальный парк их система с упрощенной формой налогоблажения перешла в общую. Итогами работы резиденты остались вполне довольны, так как получили многие разъяснения по волнующим их вопросам и надеются на продолжение подобных встреч. Надеемся, что совместными усилиями у нас получится развить промышленность республики. И с этим вполне согласен главный инспектор республики. С его слов по сравнению с другими регионами Якутия также ни в чем не уступает в развитии инноваций. Везде люди стараются, потому что, в принципе, это одна из таких частиц развития Дальнего Востока. И все мы стараемся для того, чтобы наш Дальний Восток развивался, и чтобы мы жили достаточно лучше, чтобы у нас была работа, чтобы у нас были какие-то перспективы на далекое-надалекое будущее. Виталий Абрамов и Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.